здравствуйте с вами интернет-канал максимадзе и мы продолжаем играть madagascar 2 короче на чем мы остановились мы остановились вот здесь наверно говорили о том куда пропал это ты о нем говорил морис я тебя вообще-то не слушал надеюсь он в порядке слушайте может быть сменим тем смотрим никогда ничего интересного не происходит да это единственное место где нам то есть тут в игре по сути-то 5 протагонистов и морд один из них однако играть за него можно только здесь блин он милый такой вообще но королю джулину пони на него насрать мне кажется в общем морд появлялся только на madagascar и надо было бегать там с ним потом стрелять не в мишени и под и в следующий и в последний к сожалению раз он появляется вот здесь то есть он не играя то есть он вспомогательный по сути персонаж не играет сильно важный в отличие от мультфильма кстати и в отличие от первого madagascar да блин я чё-то забыл про этих крокодилов ну ладно опа так надо короче накормить его грибами главное к нему не подходить а то он соживет нас куда назад ты так карту нельзя подходить каждый раз как мы его кормим он отходит немножко назад да блин смысле куда а ну съедай гриб существом наконец он ушел и исчез как призрак чё у нас здесь опа откуда здесь интересно в априке этот паркур тут челы не знаю наносит ли они нам вред или нет да блин пролезай ты через эти фигни обшибай ты их зараза давай дебил прыгай так давайте прыгаем немного надо здесь можно не сразу понять что надо делать но нужно вот так вот прыгать сначала прыгаем сами и лягушка нас подбросит потом так убираем весь этот мусор вернись шарик и прыжок ого что это за ящерицы вот это шипелки так шипелки блин сдохните твари сдохни сдохни зараза так а тут по-моему еще крокодилы есть да так и есть нельзя падать в воду нельзя падать в рот крокодилам так ну там больше вроде бы нет крокодилов так вот здесь лучше выключить залипание клавиш настройках windows тут очень часто нажимаешь shift если слишком часто его нажимать там пыль выкинет на рабочий стол блин и залипание клавиш будет а после того как а вы и в игру вы не сможете вернуться потому что у вас все зависит и вам вообще придется компьютер перезагружать вот у меня такое было его нужно выключить настройки и на этом приключение но морда заканчиваются к сожалению да тут только алекс балансировать может получается никто другой ну-ка так какой сюрприз давайте переключимся на кого нибудь а впрочем не нужно лучше по реке пропрыгаем переплывем туда морд к сожалению в игре больше не появится крокодилы крокодилы отстаньте от меня нам нужно нам нужно как-то перебраться через ту изгородь тебя кусачек не найдется нет но я непременно куплю их когда в следующий раз пойду в магазин купишь купишь в магазине а где ты тут видишь магазин и денег денег то у тебя даже нет наверное о а там что находится ну-ка дайте посмотри опять ты красавчик да да так и есть да так и есть только не загораживай мне проход не знаю откуда тут кусачки вообще лежат кто их тут уронил за ума сойти кусачки надо скорее отнести их к пингвинам пока они не психанули ого их оказывается давить можно ну-ка сдохните эту дверь нет убить их нельзя можно только поиздеваться над ними а вот и кусачки быть украсть боба боба только не сейчас ковальский докладывай да сэр к востоку от нас замечен неисправный транспорт провисим молодец ковальский внедряемся и забираем детали отойдите я расчищу путь о нет опять эти психи есть шкипер а ты сам то боишься да вот в первом мадагаскаре мы за шкипера играли а тут за прапора да слушай сюда прапор для борьбы с ящерицами используй кнопки атаки или особого действия думаю на каждую хватит по два удара так понятно так понятно по уважаем да они тп шкуша что ли ау козы они тоже их бить будут это нам очень помогает а давайте вы за меня перебьете их я хочу посмотреть сможете ли вы это сделать или нет но конечно сможете просто проскользить что тут думать но и чё вы не имеете наконец то вот что мы хотим украсть в смысле одолжить надо было под этим миром этот парень считает что он самый крутой но на склонах мы непобедимы хорошая идея если вам покажется что вас вот хватит сигайте за камни или за то бревно удачи она вам пригодится идите в оба парни да да вот в первой части мы морячков били на корабле да 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, опять охранники! И они нас видят! Надо их ликвидировать! Быстро! Ха-ха-ха, нифига себе, блин! Так, а, пробел! Да, блин! А че они одинаковые-то все? Никакого разнообразия среди охранников нет. А-а-а! Ты все волкопады! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Смотри, где они разбегаются! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Так, в общем, к этой собаке... Не стоит подходить. Так, музыка из первой части пошла. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Шевелят эту крышку от ящика. Вот больный мяч. А для чего он нужен? Для подушки безопасности разве что только. Ой-ой-ой! Ребята! Да, сигнал... Сигнал неплохой может разве что на металлолом пойти. Ну... Однако... Толкость сигналки нормальной, из него не выйдет до самолета. Труба. А вот это может... А вот это может и подойдет для сигналки. А что здесь? Проход. Башмак. Ну разве что ткань какую-нибудь из него сделать. Ой! Два психа! Опа! Там еще что-то есть. Ха-ха-ха-ха! Ставыные челюсти. Думаю, они нам точно не пригодятся в жизни. Для самолета. Разве что ключик какой-нибудь вытащить из них. Все. Ну все, что тут есть, все берем. Да, это колесо от велосипеда. Но... Для шасси, я думаю, оно не подойдет. Не выдержит. Опять психи. А как насчет этого ящика? Здесь веревка. Веревка всегда для чего-то нужна. Если веревка прочная, значит она нам точно пригодится. Ооо, молоток, молоток, ну киянка. Это полезный для работы инструмент. Да, теннисная ракетка. Не знаю. Не знаю. Где может она пригодится. Но можно что-то, в принципе, и замудрить. Наверное. Видите? Мы все смеялись, когда Рико проглотил открывашку. Но теперь нам пригодится. Рико! Вы только гляньте, сколько тут всякой всячины. Конечно, вещички не первого сорта, но для самолета сгодятся. За работу, парни! Не гружайте машины. Я буду через пару минут. Пару минут. Плюс-минус пару минут. Опа. Возможно, нам придется прервать задание. Если этот парень сюда зайдет, нам каюк. Шкейпер, я могу использовать навыки рыболовок. Попробуй. Мы все верим в тебя. Надеюсь, ты понимаешь важность момента. Теперь да. Прицелься с помощью обычных кнопок. Фу, так. Забрось блесну кнопкой прыжка, а потом отпусти ее, чтобы смотать. Молоток, молоток. Как я уже говорил, это полезная вещь. И это уже для самолета может пригодиться. Кубок. Если он, конечно, из золота, но хотя я сомневаюсь, то может и пригодится. Но так чисто для красоты. Наверное. Из часов можешь шестеренки подоставать и тоже что-нибудь понамудрить. Ну или просто поставить, чтобы на время смотреть. Опа. Псина вернулась. Так, надо добыть одеяло, подушки. Хорошая работа, салага. Салага, да. Не знаю, что из подушек можно сделать, разве что ткань взять и шторки сделать из нее. И из этого тоже. А вот из чайника, ну разве что металл. Ну или печку может какую-нибудь, раз он нагреет. А вот где чайник, я не вижу, кстати, что-то. А, вот он. Если он электронный. Так, телефон. Какой-нибудь аппарат для самолета можно сделать. А, это рации. Ну, тем не менее, но тоже можно сделать. Какую-нибудь штуку. Если пингвины у нас мастера на все руки, то можно. Наверное, стоит пооткрывать эти шкафчики. Ах, вот ты гад, пес. А ну отдай сюда. Так, а в холодильнике ничего нет. Вот собачья миска нам. Для чего нужна, я не знаю. Разве что только пластик взять. Так, а вот. Какие-то виски непонятные. Бутылка, может. Бутылка пустая. Только для стекла, наверное. Хотя, какое-то стекло-то сделаешь. Блин, в шкафы залазить теперь? Это, конечно, хреново. Здесь ничего полезного нет. Да, блин. Да пару минут-то прошло уже. Где этот мужик-то? Этот вообще пустой. Собачьи галеты, да? Любопытно. О! Может отвлечь им пса? Ну-ка, посмотрим. А, ужирать пока будет. Но ужирать он будет недолго. Поэтому надо поторопиться. Шкафы пустые. О! Что это такое? Текущий сыр. Для чего он нужен, вообще не знаю. О, бутылка. Отдай сюда. Да блин! Закрылся, ехал не вовремя, вообще. Холодильник. Отдай сюда. Уйди из дороги. Псина. Отлично, а? Бутылка газировки. Только если попить. Эй! Это ты тут натворил? И не смотри на меня так. Да это ты отправишься в будку, приятель. Ладно, порядок я потом навесу. Вы там еще не закончили? Надо что-то делать с этим псом-перемещиком. Даже его блоки могут нас уничтожить. Так. Надо избавиться от этой псины уже, наконец-то. Теперь он будет себе тихо. Так. Одеяло. Ну, для штор сгодится или для чего-то того, что из ткани сделать можно. Ключи. Ну, завести самолет. Ну, или металл взять. Пригодится. Так, давайте ящики осмотрим. Берет, салага. Времени ждет. Блин, здесь пусто. А здесь ключи. Можно сделать металл, а можно сделать зажигание. Вот трусы зачем, я не знаю. Тут клюшки всякие, ведро. Из ведра и самих клюшек или зонтиков можно что-то сделать. Не, а, это зонтики. Ну, из зонтиков можно какую-нибудь ткань сделать. Там у самолета, который они собираются сделать, будут же крылья из ткани. Поэтому ткани нам много нужно взять. А вот где нам достать газету? А, вспомнил. Вот здесь ящик еще есть один. Да блин, куда закрылся? Отдай газету, я сказал. Тут другое дело. Столько лет? Много, да? Почему это, блин? Куда же ты так тянешь? Интересно, а как они перетаскивают? Ух, интересно, а как пингвины все эти вещи перетаскивают? Ну, я что-то не вижу, все вещи, которые мы добыли. Так. Мы эти закинем туда. А, схватить надо. Я думал, я думал. А, мы покатаемся на нем. Эй, а ну убирайтесь, вон. О, бабуля. Бабуля, вон убирайся, бабуля. Все, все нафиг идите, все нафиг идите. Убей. Смывайся отсюда эти тоже. Э, ты че стоишь? А ну смывайся нафиг. Э, откуда у них... У них вставные челюсти, как пауки ходят тут. Да, тут куча всяких прибамбасов, которые могут пригодиться для самолета, как думают, спингвины. Хотя вот я не знаю, для чего вазы могут пригодиться все эти. Вот они даже не больше. Вот глобус. Может быть. Ну не знаю даже. Просто класс, парни. Эти грузовики доверху набиты добром. Осталось их угнать, и все будет чеки-пики. Так, пусть этот вернется. Так, вот этому здорово лучше ему на глаза не попадаться-то. Мы ему навалять так не сможем. Эй, куда падаешь? Хорошо, что он отвернулся и нас не видит пока. Как здорово, что здесь есть труба, вот эта. Уехали. Ну зашибись. Мы опоздали, шкикер. Ковальский, доложи о повреждениях машины. По мне так никаких проблем. Мы делаем эти колеса, и можно ехать с песней. Отлично! Значит, вперед и с песней. Ой-ой, мы рискуем нарваться на проблемы с тем глупым охранником. В общем, прапор расклад такой. Мы с Рико займемся этим парнем. А ты показывай нам, куда кидать банки с газировкой. Как я это сделаю, шкикер? Двигай курсором, чтобы прицелиться. А когда будешь готов метнуть банку, жми кнопку действия. Справишься, салага, или подведешь... А как мы увидим, что именно сам прапор нажимает кнопку дать? Да, не капанками с газировкой. Да, вот так вот. Просто нажимаем, нажимаем. А крышек мы далеко не уедем. Защищайте любой ценой. Да, вот. Вот, вот они полчаса грузовик чинили. Будут чинить колеса эти машины. Грузовики далеко уже. Но... Уже остановил. Не подходи. Можно сварочные аппараты закидать, и они их будут... Есть один. Один. Может одна шина, это она все-таки. Поймал. Да ты взял, мне кажется, просто. Глупые охранники. Да нет, дольше. Этим противникам одного попадания мало. Надо продолжать обстрел. Не трогай шину. Когда охранников будет очень много, используем... Будем использовать сварочные аппараты. Их всего два, поэтому нужно и поэкономнее относиться. А ну не подходи. Да блин, а почему их так много? Откуда целая армия? Нет, не подходи. Не подходи. Не подходи. Теперь он мой. Шина это... Не он, это она. А, и еще и псина. Слово свобода. Опять эта псина, она гонится за Ковальски. Сейчас охранников до хрена будет. Нет, не подходите. Ух. Куда? А ну стой. Шины не трогать. Да, что вы говорите. Нет, не заплатим. Вы заплатите, если шины все отберете. Блин, много чего-то их стало. Вообще ни на что отвлекаться нельзя, иначе они шины просто заберутся. Нет. Да, вот этим большим... Будет мало одного. Нет, отдай шину. Давайте используем один из аппаратов. Да, что-то он не сильно-то помог, этот аппарат. Отдай шину, ты. Так, используем аппарат. Ой, одна шина. Не трогайте шины. Остался один. Фон отсюда, все. Наконец-то. Парни, у нас три секунды, чтобы вспомнить, как водить машину и догнать эти грузовики. Ворота! Держитесь крепче! Отлично, ты знаешь, что делать дальше. Что? Преследуй колонну. Да блин, а как они от нас уехать-то не успели? Мы полчаса чинили эту тачку. Они в пробках, что ли, стояли? Которые... Которых не должно быть здесь вообще странно. Это вот не так... Остановитесь... 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 Забыл. Забыл виктори сделать. Так, в воду падать нельзя. Это нас сильно замедлит. Вот в воду нельзя падать, я упал. Так, вот этот, вот с этим посложнее будет. Вау! Прям сверху. Блин, как мы сквозь него-то проехали. Вау! 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 Блин, я заставку пропустил случайно. Ну ладно. Там была, короче, заставка, где шкипер сказал прапору, надо вернуться назад и угнать грузовики. Но мы на этих грузовиках гонять уже не будем. Блин, я случайно пропустил ее на пробел, нажал. Ладно, извините за это. Печу страшно, надеюсь, не произойдет. Мы на этих грузовиках погоняем еще раз, чтобы добыть обезьян. Но это будет в следующей серии. Ну а на этом все. С вас лайкос подписывайся, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok